надо будет как-нибудь говорить поговорить отдельно про дневник тренировок но сейчас немножечко в его рамках но более специализированная вещь узконаправленная подумай о том сколько часов не подумай смысле посчитай сколько часов именно ориентирования ты набираешь год ну можешь посчитать за неделю за месяц там мелочи не даст какой-то посчитай сколько за год причем посчитаешь ну желательно более-менее нормально подробно то есть ну в чем чем например там чем фишка или соль если ты думаешь что у тебя много ориентирования то к сожалению знаете разочарование очень мало подробность подсчета к примеру если ты пришел на зеленый стадион и и побегал допустим 20 минут сейчас с этими часами там gps-ами всеми это очень легко сделать поскольку там все считает автоматически у тебя дневник журнала там в интернете короче на компьютере и но подробность может немножечко хромать к примеру ты пришел размялся 20 минут побегал зеленый стадион 20 минут замялся 20 минут у тебя час и ты как правило запишешь это все в один час ориентирования но реально ориентирование тебя было всего-то 20 минут и если ты посчитаешь и мне сейчас скажешь так у меня в год ориентирования 300 часов а потом мы с тобой вместе сядем до подойдут я мы с тобой возьмем ручку блокнотик и посчитаем вместе то у тебя кажется не 300 часов всего 100 и это вроде как поменьше да немножечко примерно в три раза поэтому посчитай желательно более-менее подробно вот не знаю не то чтобы интересно ли не то что прям возьми сейчас посчитать как у тебя было то в том году сколько начни считать и потом ты увидишь это более-менее объективную наверное цифру вот и это все к чему что кажется что в общем-то очень много бегаем ориентирование или даже если может там и не кажется понимаешь что мало то тебе еще меньше на самом чем он там может быть на самом деле скорее всего есть вот это все к тому что если да ты думаешь что много то у меня плохие новости мало и мало настолько мало что очень мало примеру улов лондон из у него около 250 часов ориентирования в год и это звучит очень немного но я скажу честно по личному своему опыту что даже кажется что бегать вообще не каждый день постоянно и два раза не можешь ориентир не то это очень сложно столько набегать часов к сожалению почему так потому что там ты зимой не всегда осенью весной не всегда там даже не каждый день даже если профессиональный спортсмен дети какие-то альтернативные тренировки возможно какие-то скоростные там на стадионе когда-то силовые тренировки нужно отдохнуть летом их меньше из-за соревнований в отличие от от тренировочного сезона осенний весенний зимних там вариантов зимой когда-то снег какие-то переезды отдыхе между соревнованиями реально ориентирование получается достаточно мало и вообще но есть такое там правило нет книжка книжка есть такая там и вообще в общем рекомендации типа правило десяти тысяч часов то что ты становишься эксперта в какой-либо отрасли области не знаю мирового уровня лет ты знаешь экспертом после там ну или примерно около десяти часов десяти тысяч часов опыта практики да в этой области отрасли и вот прикинь да если ты будешь заниматься ориентированием десять часов в день да допустим возьмем как работа как работу допустим да вот там люди восемь часов допустим 10 и примерно в году того сколько там триста пятьдесят триста шестьдесят рабочих дней давай двести пятьдесят двести шестьдесят рабочих дней то ну так вообще усредним да то есть тебя получается 200 тысяч часов в год именно четыре года именно вот ориентира чтобы быть до каким-то там крутым поэтому вокруг ориентира там но такие вот сопли типа я вам там рассказывал это немножко чем я хоть с опытом связано там может быть кто-то там в целом того я ориентировщик там 30 лет ну там или сто лет не знаю пишу там планы журналы не знаю знаю все карты чемпионов мира всех чемпионов руку пожалуйста фотографировался то есть это клёво но это не наше чек там клёвый ориентировщик вот и из-за того что реально вот так это 10 часов это четыре года а сколько ты можешь бегать ориентирование в лесу ну максимум там два часа в день в среднем да это максимум то сейчас утра час вечером два часа то есть это одна пятое того что море то есть эти вот умножить четыре года на 5 20 лет да чтоб набегать именно там примерно эти десять часов десять тысяч часов именно вот как опыт то есть и насколько реально вот мы мало именно бегаем ориентирование и именно вот это вот навыка да навигации и тому подобное то есть понятно на самом деле чтобы выиграть чемпионат мира столько и не надо набегать но но кто-то может набегать и столько и строго не выиграть так конечно немножко развлечь но в целом вот подумай насколько ты ориентируешься просто почту вот тот для пример что за вот лунда с 250 часов в год набегает ориентирование вот посчитай свое и сравнись ты набегаешь там 30 60 часов еще там при этом думаешь почему блин у тебя там ошибки ой блин вот действительно чушь у меня ошибки если оказывается это ориентирование вообще нифига не бегая да и ну понятно естественно можно быть там бегать краток с головой и там быть технарем да но таких людей не то чтобы там мало но их меньшинство однозначно ну да принципе их на самом деле мало то что вот именно сказать о этот чувак там технар вообще да вот и чуть-чуть хотел сказать то что-то еще хотел сказать что для тех то есть какой-то есть человек которому не надо набегать например там 60 часов или 100 часов ему допустим два раза меньше чем тебе но на все роте же там 30 часов например отбегать и на 60 ты по 9 60 часов еще набегать два раза больше чем он тебе там покажется что ты там тренируешься в два раза больше он вообще нифига не тренируется результат вы показываете это ну как можно сказать там свойства психики характера у кого куда там больше кто к чему предрасположен то есть если даже у человека есть предрасположенность больше что он технарь да мы его назовем а ты там более какой-то здоровый физический человек там менее техничный то тебя все в два раза больше тебе надо отпахать чтобы примерно хоть куда-то там к нему приблизиться понимаешь и это ну два два раза больше это нужно отпахать это не просто так что вот так вот сделал так с неба упало вот ну как то так